Вовочка 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 фильмов пускать бегущую строку, потому что моя бабушка думает, что это караоке и постоянно поет. Этот разрекламированный институт косметологии оказался Шарашкиной конторой. Не знаю, не понимаю, зачем я заплатила им столько денег? Ну что ты расстраиваешься? Ну они обещали мне, что я буду похожа на Элизабет Тейнер. Ну правильно, она сейчас тоже старый и больной человек. Я вас слушаю. К сожалению, от моей болезни у вас вряд ли есть лекарства. О, не беспокойтесь, у нас столько лекарств, что для некоторых из них еще просто нет болезней. Ну хорошо, я хотел у вас спросить, как лучше сохранить волосы. Лучше всего складывать их в коробочку. послушаю, ну, тебе не надоели твои газеты? Да посмотри ты лучше телевизор. Там можно обо всем том же не только узнать, но еще и увидеть. нет, ты ничего не понимаешь. Ну куда мне, конечно, я же ничего не понимаю. А ты знаешь, почему телевидение никогда не заменит газету? Нет, а почему? Попробуй заснуть, прикрыв лицо телевизором. Африканские львы. Их осталось всего 300. Пожалуйста, перечислите деньги в фонд защиты дикой природы. Африканские львы. Их осталось уже 299. Мы будем убивать по одному каждый день, пока вы не начнете перечислять деньги в фонд дикой природы. Проходите, садитесь, сейчас я с версткой закончу. Так, ну и что у тебя? Конкурс современной живописи и графики в Париже закончился легким конфузом. Гран-при получил план эвакуации из музея при пожаре. Берем? Конечно, берем. Вчера вечером в квартиру гражданину Сидорову ворвались неизвестные преступники в масках и, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрали предмет, похожий на телевизор. Ну, это же не к нам, это же криминальная новость. В Шотландии завершился чемпионат мира по жадности. Золотые, серебряные и бронзовые медали было решено никому не вручать. Вот это, конечно, берем. Представляешь, мы вчера для Хохм дали такое объявление в новостях. На центральной площади города состоится сбор дураков. Наверное, ж никто не пришел. Полная площадь народу. Да ты что? Все пришли посмотреть на тех, кто придет. Скажите, а то, о чем нам сообщают в новостях, всегда правда? Нельзя говорить так, чтобы одновременно получалось красиво, умно и честно. Закончим так. После рекламы вас ждут новости спорта, прогноз погоды и новая полюбившаяся рубрика «Плохие новости из Америки». Договорились. Скажите, а кто определяет, что корм для собак стал еще вкуснее? А, так это специальные люди. Они работают вот там, в рекламном отделе. Вот вы где. Анонс, анонс. Кровавая драма, мохнатый, обаятельный и совершенно беззащитный пришелец в лапах огромного аллигатора. Смотрите, на нашем телеканале «Чебурашка». Утверждаю. Клево. Всем привет. Привет. А ты чего такой мрачный? Да фильм монтировал о последнем международном турнире нашей футбольной сборы. Тогда понятно. Кошмарный провал. Провал-то провалом, только я другого не понимаю. Среди тех, кто слил четвертьфинал, наших нет. Бездарно проиграли в полуфинале, тоже не наши. И в финале слили опять не мы. Возникает вопрос, а где мы? Почему мы не выиграли этот турнир? Ну, странно. А вы знаете, как российский футболист в рай попал? За воротом рая встречает его святой Петр и спрашивает, вы что, правда российский футболист? Он отвечает, ну да, правда. А он опять его спрашивает, ну как же вы тогда в ворота попали? Ну что, все? Нет, есть еще один сюжет. Первый приз в номинации «Самый покупаемый и продаваемый товар года» получил российский милиционер. Ну, пойдемте дальше. До свидания. Напоминаем, что спонсор прогноза погоды компания «Ой» производитель тестов на беременность. Весь месяц компания «Ой» проводит рекламную акцию «Поменяй положительный тест на погремушку». А сейчас коротко о погоде. Бррр! Жалко, что твоя сестра уже не может принять участие в акции. Ну ничего. В следующий раз. Пошли. 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 Будем прощаться. Давай, вырастай поскорее и приходи к нам работать. Нам нужны смышленые и остроумные молодые люди. Ну, я боюсь, у меня не получится. Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, «Ноев ковчег» построили любители, а «Титаник» построили профессионалы. Счастливо. До свидания. А если телезрители будут внимательны, то в промежутках между рекламными паузами на заднем фоне бегущей строки за эмблемой канала они смогут посмотреть увлекательный фильм «Поле битвы. Земля». Привет. Доктор, я не могу дышать носом. Дышать через рот. Спасибо. Не спащи байдещить баксов. Осторожно, не наступи. Как сделать так, чтобы люди не ходили по газонам? Загадить их собаками. Пошли. Папа отправился к маме в поликлинику, хвастался своими телевизионными успехами, а мы с Любочкой намылились в кино. Доктор, а что произойдет, если операция не удастся? Вам не за чем волноваться. Вы даже ничего не почувствуете. Главное в другом. Если операция все-таки окажется необходимой, сможете ли вы за нее заплатить? а если я не смогу за нее заплатить, то будет ли операция необходимой? В общем, идите и подумайте. понимаете, доктор, у меня мания преследования. Все окружающие меня ненавидят, ругаются, хотят ударить. я не понимаю, в чем дело. Я просто, как умею, делаю свою работу. Больной, я думаю, что у вас просто стресс. Я вам пропишу таблеточки, вы их принимаете, отдыхаете, захотите поговорить, приходите, побеседуем по-дружески, и вы увидите, что не все вас ненавидят. Ой, спасибо, доктор. Доктор, скажите, а это не ваша машина у забора стоит? Моя. Ага, она неправильно припаркована. Я, как инспектор ГАИ, предлагаю вам отдать мне права или договориться по-хорошему. Всего двадцать долларов. Ах ты ж, карахабок! Ну вот доктор, вот доктор, вы же сами видите доктор. Алло, это пожарная. Понимаете, здесь такая ситуация, милиционер с доктором подрались, я просто не знаю, куда звонить. Ты с ума сошел. А я только что на телевидении был. Правда, про тебя целый фильм сняли? Правда. Это ж надо отметить. Эй, эй, это мои запасы. Ну, 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 тебе кофе с коньяком? Без. Без коньяка? Без кофе. Понял. Так, ну, я пошла домой. Вы тут без меня разберетесь. Простите, девушка, не могли бы мы с вами немножко поговорить? Дело в том, что мы с женой разминулись. Зачем? Понимаете, дело в том, что когда я начинаю говорить с красивой девушкой, моя жена тут же как из-под земли не вырастает. Будешь? Будешь? А почему, Василий Иванович, мужики любят водку больше, чем секс? А потому, что в отношении водки возможности организма вообще не ограничены. Никакого, блин, удовольствия, а? Кроме эстетического. А ты знаешь разницу между бразильскими сериалами и русскими? Конечно. В бразильских сериалах сначала мучаются, а потом женятся. А в русских сериалах сначала женятся, а потом мучаются. Откуда вы здесь столько? Все. Дайте денег. Не дам. Вы их все равно пропьете. Мы не пьем. Ну тогда в карты проиграете. Мы не играем в карты. Ну тогда на проститутку потратите. Мы с женщинами не общаемся. Ладно. Я дам вам 200 баксов. Но вы пойдете со мной. Пусть моя жена посмотрит, что делается с людьми, у которых нет недостатков. Поехали. В моей жизни произошло два значительных события. Во-первых, у меня родился сын. Во-вторых, я решился об этом сказать моей жене. Вот и интересно. Когда Бог создал человека, он забыл запатентовать это изобретение. И теперь каждый дурак может делать то же самое. Вот странно. Сначала мы выпили подвески. Да. Потом поступи сэр. Да. Потом постой. А как такое может быть? Почему? Чем меньше я пью, тем больше я пьянее. Доктор, доктор, а вот почему так? Я меняю клапана в моторе, после этого мотор фыркает, как новенький. ты тоже меняешь клапана в моторе. Но почему же за ту же самую работу ты берешь столько бабок? А ты попробуй это сделать на работающем двигателе. Доктор, а что такое традиционный наркоз? Больной, больной вам этого знать не полагается. Вот допивайте свою водку, вот вам еще банка пива и залезайте на операционный стол. Кто? Я? Шага! Марш! Ха-ха-ха! Хм! Да, я слышала, ваша фирма приносит хорошие деньги. А чем вы занимаетесь? Мы открыли виртуальную гостиницу в сети. Гостиницу? Да. Так в ней же нельзя ни жить, ни спать, ни есть, ни пить. За что же брать деньги? За вход и выход. А-а-а! А... 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 А Вовкиного папу снимала телевидение. За какие заслуги? Не знаю. А хотите послушать, что я нашел в интернете? Объявление, продам базу данных продажных гаишников. свыше 10 тысяч фамилий. Все цены по состоянию на июнь 2004 года. Ха-ха-ха! Кошмар! Тихо! Кошмар! Тихо! Для детской надо что-нибудь мягкое. Например, ковер. А в то же время не маркая, практичная. Практичнее всего комнату заасфальтировать. Ну, поздравляем! Ну, когда мы тебя увидим? Мне позвонят. Взял, что ты ушла. Мы отлично посидели. Я вижу. Мы с Вовкой столько узнали нового. Правда, сынок? Угу. Папа, тебя вызывают в школу. Зачем? Помнишь, я просил тебя за меня написать сочинение на тему, как я провел каникулы? О! Почему? Так вот, заучу не понравилось про стриптиз на столе. Шучу. Ой, включите погромче звук. Там что-то важное сообщают. Дорогие телезрители. Отодвиньте, пожалуйста, подальше от себя все тяжелые предметы, которые вам захотелось бы бросить в телевизор. Сейчас перед вами выступит министр финансов по поводу повышения налогов. Вот такой необычный день. Вспоминая его, смело могу вам заявить, что в жизни всегда есть место празднику. Надо только уметь в это место попасть. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok